Звучание старинного дудука, кларнета, саксофона с органом. Вот уже в третий раз органистка Наталья Фомичева совместно с лауреатом Всероссийского конкурса Шамсидином Мерзуевым организует благотворительный концерт. Вместе они исполнят произведения Баха, Альбиони, Ноктюрно-Чайковского и народные армянские мелодии. В стенах римско-католической церкви они уже готовят третье выступление, но теперь в концертной программе кроме дудука будет звучать саксофон и кларнет. На всех трех инструментах будет играть солист Астраханской филармонии Шамсидин Мерзуев. Но, как пообещал музыкант, на полюбившейся астраханском дудуке будет исполнен столько же композиции, сколько и на других инструментах. В основном это народные армянские мелодии. На мой взгляд, это самый главный акцент. Это орган с дудуком. Наталья Борисовна как хотела, так и сделали. Это два духовных инструмента, на мой взгляд, которые имеют очень сильную энергетику, взаимодействие друг с другом. Очень своеобразный такой колорит, тембральный. Должно быть интересно. Под сводами костела зазвучит как классическая музыка баха, альбиони, гейн-даля-видра, так и народная армянская, азербайджанская. Руководитель благотворительного фонда «Возрождение астраханского органа» Наталья Фомичева, которая и организует эти концерты, постоянно экспериментирует, стараясь разнообразить инструментальное сопровождение органа. Саксофон дудук, ларнет, баян в тандеме с королем инструментов. Оттеняет его красивое, божественное звучание. Мы уже играем третий концерт. Первый концерт у нас был с детьми, это был сборный концерт, он играл на саксофоне. Но потом, он по профессии, по первой профессии, он кларнетист. Поэтому мы решили включить и кларнет, и саксофон. Но потом выяснилось, что он такой самоотверженный и любящий музыку человек, что он освоил очень редкий инструмент – дудук. Вы понимаете, сердце как-то можно не любить, ну, как-то можно не принимать саксофон, кто-то не принимает кларнет, но дудук, он покоряет все сердца. Жанна Ильиева, Тимофей Кухарчук, РНТВ, Астрахань.